Прием одаренных детей руководителем города уже давно стал традиционным. Александр Рогачук лично общается с ребятами, которые набрали на одном из предметов централизованного тестирования наивысший бал, а также с теми, кто прославляет наш город за рубежом, побеждая на международных учебных олимпиадах. У одаренной молодежи города над Бугом есть возможность в неформальной обстановке вести прямой диалог с представителями городской власти, что позволяет им чувствовать свою значимость. Мне всегда интересно с каждым из вас поговорить и понять для себя, как вы достигаете таких успехов. Что здесь больше? Филиатической расположенности, работы над собой, работы педагогов, а может просто фактор случайного везения, удачи, а может быть все вместе взяты. Всего на встрече присутствовало шесть ребят. Именно они, несмотря на юный возраст, уже являются примером для своих сверстников. Их заслуги отмечены на самом высоком уровне. Матвей Кулинич один из таких. В этом году он закончил 10 класс Брестской гимназии номер один. Он уже призер восьми олимпиад по программированию, в том числе и международных. Секрет, наверное, в постоянной поддержке преподавателя, в собственном влечении к предмету и просто стремление. Затраченное время. Мастерство это всегда затраченное время, а не какой-то талант. Приятно, когда люди, знакомые, какие-то даже далекие, говорят, ой, а я вот слышал, а вот я вот там смотрел по телевизору, вот поздравляю. Конечно, безусловно, это дает и мотивацию, и толчок какой-то дальше эти достижения забирать, дальше прославлять и свое имя, и имя своих родителей. Виктория Свержевская, еще одна одаренная девочка из города над Бугом, закончила Брестскую среднюю школу номер один и еще во время учебы занимала призовые места на олимпиадах, как по литературе, так и по точным наукам. Закончила школу с золотой медалью, а при сдаче ЦТ набрала 100 баллов на сложнейшем из предметов централизованного тестирования – математике. Я считаю, что все дети, они не рождаются прям кто-то очень талантливый, кто-то не сильно талантливый. И, несомненно, некоторая склонность должна присутствовать у ребенка, но талант составляет 20% или даже меньше от успеха полученного. И с математикой не работает так, что можно просто нарешать тесты за много-много лет и получить 100 баллов. Там должны быть реальные знания и реальное умение применять эти знания на практике. Несомненно, на этой встрече я чувствовала гордость за себя, я чувствовала, как за меня радуются моя мама, мои родители, мои близкие. И мне было очень приятно, что меня сюда пригласили. В успехах учеников – несомненная заслуга педагогов и родителей. Именно они сделали многое, чтобы ребята достигли этих вершин. Здесь по-другому не получится. Если ты месяц-другой отдохнул, ты уже не в теме. Тут нужно работать постоянно. И это труженики, это дети. Ну, мне повезло с ними. Но это ведь не просто победа. На самом деле это преодоление себя для каждого из этих детей. Планку же можно брать любую. Можно поставить посильную какую-то задачу. Но преодолел, и ты, в принципе, в этот момент счастлив. Те ступени, которые берут они, еще для меня лет пять казались просто недостижимыми. Сейчас мы это сделали. Другие ученики смотрят. Ага, попробую я. У них тоже получится. Несмотря на то, что четверо из ребят уже поступили в минские и московские вузы, терять связь с родным городом они не будут. И, возможно, в будущем станут достойной сменой нынешнему поколению. Где бы вы ни были, кем бы вы себя ни в этой жизни не реализовали, вы должны четко понимать, что вы из Бреста. Что вы окончили Брестскую школу. Что лучше Бреста нету места. Поэтому, что это наша малая родина, которую мы должны прославлять. Данная ситуация своей учебой, разговором в студенческом общежитии. Мы даже всем говорим, что Брест это круто. Что там ваше и все. И дальше пошло по тексту. И, естественно, конечно, все-таки думать дальше, как в этой жизни себя реализовать. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Телекомпания Бук-ТВ.